Издательство Бомбора. Океан книг. И стал человек душою живою. Ветхий завет. Бытие. Глава 2, стих 7. И забыл человек об этом. Ричи Босток. Введение. Измени дыхание, измени жизнь. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы дышим? Можно подумать, что ответ очевиден, нужно дышать, чтобы жить. Но неужели дыхание – это всего-навсего поглощение телом кислорода? Вы дышите от 17 до 29 тысяч раз в день, что составляет от 6 до 10 миллионов вдохов-выдохов в год. Если бы с такой интенсивностью вы занимались чем-то другим, то наверняка понимали бы, как и зачем это делаете. Поэтому меня всегда удивляло, как мало мы знаем о таком жизненно важном действии, которые совершаем каждый момент ежедневно. К тому же большинство из нас настолько не осознает, как проходит процесс дыхания, что с течением времени или довольно быстро приобретает деструктивные дыхательные привычки, разрушающие здоровье и мешающие жить счастливо, способствующие развитию усталости, головных и желудочных болей, а также провоцирующие расстройства сна, стресс и тревожность. Согласно оценкам, около 60% всех вызовов скорой помощи в Америке связано с нарушениями дыхания. Вот слова Донны Фархи, всемирно известного тренера по йоге. Беглого взгляда на улицы любого города достаточно, чтобы увидеть, как туго затянутые ремни и плотно забитое расписание буквально выбивают из нас весь дух. Но есть и хорошая новость. Посмотрите на то, как дышит младенец, заметьте естественность и текучесть его дыхания. Немного понимания и практики, и вы с легкостью подкорректируете собственные дыхательные механизмы, вернув их к заводским настройкам. Смотрите на это, как на изучение чего-то нового, а моя книга в этом поможет. Это еще не все. Думайте о механизме дыхания, как о швейцарском армейском ноже, которым владеет тело. У вас есть механизм, помогающий справиться со многими ситуациями, улучшающий физическое и ментальное здоровье и обеспечивающий хорошее эмоциональное состояние. Быть может вы родитель, который часто недосыпает, или загруженный работой начальник, или высококлассный спортсмен, или кто-нибудь еще. Но, обучившись контролировать дыхание и обращаться с ним, как с инструментом, а ведь так это и задумано природой, вы увидите значительные изменения в своей жизни. Подумайте об этом. Если дело за малым, всего лишь сделать пару вдохов определенным образом, то чего вы ждете? В этой книге я представляю основные знания и техники, полученные за годы обучения и работы с дыханием. Я собрал опыт многих современных мастеров дыхания, первоклассных спортивных тренеров, психологов, терапевтов, исследователей и практикующих врачей в простое пошаговое руководство, чтобы вы научились дышать целенаправленно. Я уверен, эти знания, основанные на древней мудрости и научных инновациях, должен получить каждый. В конце концов, все мы дышим. Эта книга – точка отсчета для того, чтобы высвободить всю силу и потенциал вашего дыхания. Оно уже у вас есть, а значит, пора начать им пользоваться. Я начну с одного единственного желания – вдохновить вас начать собственные исследования совершенно нового мира невероятных возможностей. В детстве я обожал книги, фильмы и программы о людях со сверхспособностями. От фильмов о супергероях, наделенных невероятной силой или скоростью, до книг о ведьмах и волшебниках, практикующих магию. Мне нравилось, что у этих людей есть тайные силы, в которые невозможно поверить. Думаю, в глубине души я надеялся, что однажды во мне тоже проснется суперсила. «Прошли годы, а я все еще не умею летать и двигать горы. Однако в первой главе вы узнаете, как ряд событий привел меня на путь исследования настоящих суперспособностей, которые, как оказалось, есть у каждого из нас. Хотя лишь немногие действительно знают, как ими распоряжаться. Я говорю о силе, которая может подзарядить лучше, чем еще одна чашечка эспрессо. Помочь думать ясно и быть более креативным. Отключить беспокойное мышление и успокоиться даже в стрессовой ситуации. Дать доступ к медитативному состоянию в считанные минуты, даже если вы никогда прежде не медитировали. Увеличить физическую выносливость. Помочь лучше спать. Сделать вас блаженно счастливыми. Звучит волшебно, правда? Итак, все это уже у вас есть, ждет высвобождение и лежит буквально под носом. Во второй главе я расскажу о разных дыхательных привычках и о том, как оценивать, правильно ли вы дышите. В третьей главе, исходя из вашей оценки, вы получите индивидуальную программу на 21 день «Дышите правильно», которая трансформирует и оптимизирует ваши дыхательные привычки. Оставшаяся часть книги посвящена лучшим из найденных мною дыхательным техникам и стратегиям, которые вы можете с легкостью внедрить в собственную жизнь. Четвертая глава содержит основные техники на каждый день, но не останавливайтесь на достигнутом. В пятой главе вы найдете огромный список приемов для различных ситуаций. От усмирения панических атак, улучшения физических показателей, борьбы с похмельем, до увеличения сексуального удовольствия и помощи в лечении многих хронических заболеваний. В итоге вы овладеете инструментами, подходящими именно вам для конкретных событий. Жизнь начинается с первого вдоха и заканчивается последним. То, как вы дышите в промежутке, сильно влияет на вас. Эта книга объяснит, почему и покажет, как дышать целенаправленно. Столкновение старого и нового миров, древняя мудрость, встречается с современной наукой. Дыхание – единственная автоматическая функция организма, при этом поддающаяся осознанному контролю на 100%. Это не ошибка природы, а часть системы человеческого тела. Многие древние традиции завязаны на этом. В прошлом существовали практики, связанные с дыханием и направленные на усиление физического, ментального и эмоционального здоровья. Хорошо известны техники в йоге пранаяма. Это система дыхательных упражнений, разработанная для взаимодействия с тем, что индуистские мудрецы называли праной, или энергией жизненных сил. Многие мировые культуры – тибетский буддизм, суфизм, даосизм, шаманские общества – разработали собственные сакральные дыхательные техники для улучшения благосостояния и вхождения в особые состояния, позволяющие обогатить духовный опыт. Важность дыхания как основного элемента хорошего самочувствия подчеркивается в нескольких старейших языках. В древнегреческом слово «душа» – «сайкинеума» – также означает «дышать», а в латинском языке слова «anima spiritus» означают «душа» и «дыхание». Сейчас о дыхании забыли, приняли его как должное и отметили как нечто, что просто существует для поддержания жизни. Однако в наше время активного развития науки все больше исследований доказывает древнюю мудрость. То, как мы дышим, сильно влияет на качество жизни. Специалисты по вопросам ментального здоровья первыми решились использовать дыхательные упражнения в качестве терапии, помогая людям справляться с рядом сложных состояний – травмой, тревожностью и депрессией. Все больше спортсменов и команд используют дыхательные техники для развития своих способностей. Чтобы повысить выносливость, многие спортсмены подстраивают частоту дыхания под частоту шагов, грибков или поворотов педалей. Профессиональные боксеры и бойцы смешанных единоборств используют техники дыхания между раундами, чтобы как можно быстрее восстановиться и подготовиться к следующему выходу на ринг. Все эти упражнения – древние и современные – и есть работа с дыханием. Позволю себе процитировать доктора Эндрю Вейла, известного врача и мирового лидера в области интегративной медицины. «Если бы мне пришлось дать всего один совет о том, как жить здорово», я бы сказал, нужно всего-навсего научиться правильно дышать.